3 июля 2016 года был принят федеральный закон номер 361, который вступил в силу уже 4 июля и внес существенные изменения в действующий закон о государственном кадастре недвижимости. И как нам известно, для того, чтобы поставить на кадастровый учет в государственном кадастре недвижимости необходим технический план. Так вот, согласно новой редакции, для создания такого плана необходимо как раз строительство на разрешение на строительство индивидуального жилого дома. Какие документы могут быть представлены в качестве разрешения на строительство? В качестве разрешения на это самое строительство могут выступать различные документы в зависимости от начала строительства индивидуального жилого дома. Соответственно, если индивидуальный жилой дом начал свое строительство, так скажем, до 1991 года, то, соответственно, следующие документы можно предоставить как приложение в технический план, соответственно, как разрешение на строительство. Такие как копии документа о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием, позволяющим осуществлять такую застройку. Также договора о предоставлении земельного участка под застройку, выданными уполномоченными органами государственной власти, действующим на тот момент строительства. В отношении индивидуального жилого дома, строительство которого было начато уже с 1991 года по 30 декабря 2004 года, в качестве приложения в технический план можно рассматривать такие документы, как копии или архивные выписки из документа, выданного в порядке, действующего в период строительства и подтверждающие разрешение на такое строительство. Ну а после 30 декабря 2004 года, соответственно, такой документ это само разрешение на строительство. Один из самых актуальных и злободневных вопросов на сегодняшний день остается вопрос разграничения земельного участка. Что вы можете сказать по этой теме? Хочется прокомментировать и данный вопрос. И с 1 января 2018 года будет осуществлен запрет на распоряжение земельными участками, границы которых не уточнены. И хочется сказать о том, что все земельные участки, границы которых не уточнены, считаются ранее учтенными. И необходимо правообладателям таких земельных участков провести кадастровые работы, то есть при помощи кадастрового инженера, соответственно, провести межевание земельных своих участков. Затем предоставить все документы в орган кадастрового учета для того, чтобы внести данные границы в государственный кадастр недвижимости. Часто при межевании земельных участков возникают различные споры с соседями, например, по положению. И это очень часто приводит к судебным разбирательствам, поэтому хотелось бы, чтобы все правообладатели вовремя начали разграничивать свои участки. Какие все-таки прогнозы имеют установлены границы на сегодняшний день? И каких обращений в этом плане стало больше? За истекший период 2016 года количество земельных участков с уточненными границами возросло, но это всего лишь 42%. Чтобы понимать всю ситуацию, чаще на практике люди практически чуть ли не в последний момент идут и, соответственно, проводят изменения какие-то. Поэтому то, что касается нынешнего периода, ажатажа нет, потому что, чтобы уточнить свои границы, но все же, я думаю, что он возможен, но уже в конце 2017 года. Очень важный момент. Хочу обратить ваше внимание на то, что все права являются действительными на земельные участки и пользоваться можно также и после 1 января 2017 года. Но распоряжаться данными земельными участками будет нельзя без уточнения границ. Поэтому это такой очень важный вопрос, на который стоит обратить внимание.